Девушки отдыхают Руслан излил почему-то на Алену, ну а Тори времени не теряла и уехала сегодня на романтическое свидание с Антоном Потоповичем. Так что вечером нас ждет очень интересный выбор симпатий. Последний раз в этом году мальчики будут целовать девочек. Интересно, чей же пацаной достанется Тори? Наступил 961 день нашей телестройки. Вчера Виктория Карасева дала сольный концерт на Доме-2, после которого сделала заявление, что Руслан Проскуров не мужчина ее жизни и что он теперь полностью свободен. Руслан на это никак не отреагировал. Тори, не теряя времени даром, этим же вечером стала флиртовать с Антоном Потоповичем. Новенький Антон, вернувшись из Санкт-Петербурга, привез подарок Алене Водонаевой – серьги. Он сказал, что хочет ухаживать за ней и будет рад, даже если Алена предложит ему только дружеские отношения. Санкт-Петербурга Люба! Да блин! Люба, 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 Люба! Он улыбаться выше? Ноги порастают посильнее, ты же мальчик. Вот чтобы они были по... и наклонись. Вот так ты должен наклониться вперед и есть... Да блин, стань, я покажу. Не можете сидеть так. Да я не хочу. Не, ну ты скобанная, это некрасивая фотка будет, смотри. Будет сесть вот так, смотри. Вот будет нормально, будет расслабиваться, чуть вперед корпус. Вот так что? Блин, ты как этот педаль? Не знаю, все. Ладно, давай. Три-четыре? Обе застрелили. А где Потапович? На свидание. На свидание? С кем? Три-четыре. 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 Молодцы, как ты мне. Кто пригласила Тори? Да вообще, там такая интересная история. Я его вчера пригласила на романтическое свидание покататься на лошадях. Он мне отказал по некоторым причинам, которые мне объяснить не может. В результате потом я узнаю, что он пригласил Тори. Ну, как бы, он хочет ей предоставить поддержку моральную, покататься на лошадях. Но самое интересное, я-то об этом не знала. То есть, получается, инициатива исходила от меня, он там что-то решил, мне не сказала. Я это вообще узнала от Тори. Короче, такое... На твое свидание пригласил Тори. Да. Молодец, Потапович. Всегда был такой молодец. Тори, посмотри своими голубыми глазами на меня. Ты знаешь, Антон, я очень рада, что ты меня пригласил развлечь от моих переживаний. А чего ты как парализованная ездишь? Потому что я один раз упала с лошади, и у меня боязнь. Но думаю, что ты меня избавишь от этого страха. А у меня немножко мой пропуск приболел сегодня. Да, зато ты никак парализованный. Я не знаю, я слукавил, что я только именно с тобой хотел прокатиться на лошадях. Я никогда не ездил, и вот этот первый жеребец не очень... Мне так неудобно, Лиля с тобой хотела поехать, а ты, ну понятно, меня хочешь поддержать, мой друг. Но ты её тоже пригласи, чтобы она не обижалась. И мне не очень хочется, чтобы... Какая милая лошадка. Да. Чтобы Руслан и все ребята подумали, что я тебя использую для того, чтобы он начал ревновать. Да нет, Толя, даже не подумай. На самом деле... На самом деле мне очень приятно с тобой проводить время на лошадках. Не дала мне досказать. Лиля просто пригласила, потому что, мне кажется, это как последняя, знаешь, попытка пообщаться. Потому что на поляне, она видит, у меня много дел, много моих каких-то увлечений. А она ходит одна и как-то вот не может найти общий язык с ребятами и хотела хоть как-то, знаешь, привлечь к себе внимание. Ну, мне кажется, я не обидел её сильно. Ну, по крайней мере, я не хотел этого сделать. Очень не хотел. Я думаю, что она меня поняла. Мы вчера мило побеседовали на кухне. Ну, ты просто, я знаю, ты такой сердовольный парень. И тебе всех так жалко и хочется поддержать. Поэтому не исключено, что завтра всё-таки ты её поддержишь, поедете на свидание тоже. Нет, нет, нет. Тори приехала? Они уехали с Потапом на свидание. А ты что таким тоном говоришь? Нет, это я думал, ты знаешь, что такое Тори приехала. Я знаю, да, но просто я думала, что ты спрашиваешь. Нет, я видела, я нормально, как-то, что-то, 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 что-то. Просто я, честно сказать, я думала, он мне откажет много девочки, а он вчера отказал здесь. Прям при мне. А, да, да. При мне. Здравствуйте. Плохо, да, переживаю? Ну, мне кажется, неприятно всё равно. Кажется, не понятно. Могу съездить. Ну, с одной стороны правильно, с другой стороны неправильно. Ты мне очень приятен, и, ну, ты об этом знаешь. Да, Тори. Я себя отпустила, но ты не думай, что я, я сейчас перед тобой оправдываюсь, подумай, что я пристаю к тебе. Нет, Тори, ты благородная женщина, как я могу такое подумать? Вот, я очень рада. У меня единственная, есть очень важная, важная такая штука, я не знаю, поймёшь ты меня или нет. Ты всегда была с Аленой Водонаевой подружками, да? Да, я всегда буду. И почему-то так получается в последнее время, да, на проекте. Кто бы ко мне ни приходил, она набивается в дружбу и всячески там старается испортить отношения через мою вторую половину, да. И я вот сразу могу тебе в лоб сказать, ты готова граждовать с Аленой, если мы будем с тобой вместе? Потому что она меня ненавидит и хочет, чтобы я ушёл с проекта. Ну, куда же ты пойдёшь в такую классную половину? Ты будешь поддерживать свою подругу или молодого человека своего? Ты уже мне ставишь условия. Ты же знаешь, я такая... Да, да. Ты можешь с Аленой сказать, Алена, я тебе больше не подружка, если я там услышу от тебя одно слово против моего молодца. Антон, ты дурак, что ли? Чего ты ей фигню несёшь какую-то? Нет, я серьёзно, Тори. Ну и всё, у меня в моей жизни всё разделено и чётко обозначено. Ну как? Поэтому, если мы с тобой вдруг, уж не знаю, в какой жизни, когда нас потянет друг к другу так, что мы сможем быть парой, то уж поверь, Алена, этому не будет преградой, а только будет рада за нас. Ну ты своего молодого человека поддерживаешь во всём, да? Конечно, как это из-за его делаешь? Если твой молодой человек захочет, чтобы такой элемент шоу, как Алена, ушла с проекта, потому что она, если честно, меня задолбала уже своими... Я стараюсь не общаться с ней. А может быть тебе опять с ней пару построить, а? Не, мне не нужно пару, мне нужно, чтобы она с проекта ушла. Слушай, Антон, я понимаю, ты всё это говоришь. Что она одна после наших отношений. Тебе, наверное, кто-то сказал, нам что поговорить, что ли? Подожди, что она одна грязь слила, что слилу в последнее время. Мне это, знаешь, как надоело. И сейчас продолжается, продолжается это же история. Антон, я думаю, что если у нас с тобой начнутся, не знаю уж какого рода отношения, после того, как я отдохну от первых своих, то я думаю, ты настолько будешь поглощен мною, что больше никого вокруг замечать не будешь. Так что насчёт Ален мы поставили точку. Я уверена, я больше, чем на 100% уверена, что от любви там, может быть, ну, какие-то вот хлебные крошки остались. А весь этот батон, он уже просто съеден. Он съеден и, извините, переработан. Итак, дорогие друзья, если бы не Диана, я бы прекрасно провела сегодняшнюю стройку в мужской компании. Но так как мы будем наряжать ёлку, мне кажется, можно будет запихнуть её на самую верхушку и избавиться от неё таким образом. Получится, это мы ещё посмотрим. Все за мной. Пойдём, я покажу тебе, как надо наряжать ёлку. Покажи мне, как надо наряжать ёлку. Я покажу тебе, как наряжать ёлку. Пошли. Пошли, пошли. Сенок мой идёт с матраса, мы идём спать на улицах. Идём на американские горки. Кто со мной идёт впервые? Американские горки? Это не важно. О, это хорошо для меня, американские горки. Главное, что мы взяли матрас. Самое главное в наряжании ёлки. Это матрас. Если нет матраса, ёлка наряжать бесполезна. Каждая поездка стоит 150 рублей. Куда ты? Ты куда? О, пойдём съедим, пойдём. Куда ты? Ну-ка быстро настройку, Антон. Я внимательно, внимательно посмотри. Антон. Смотри, как им понравилось. Все настройку! О, бывает, рука ещё меня. Чёрт, мы не едем никуда. Помоги мне нам! Она заёла! Она не едет! Рижи, помоги нам, идём наряжать ёлку! Вы идиотка! Рижи, разговаривайте меня! Вы слушаете умных птицей! Ну, Рижи, помоги! Она замёк, уже сотню тогда залить. Надо водой залить было, да? Автомат сломался, он не хочет. А-а-а! А-а-а! Я обижу! А-а-а! А-а-а! Е-е-е! А-а-а! Сказал! А дай ёлке! А дай ёлке, рыжий! Дай ёлку! Ой! Себе рукой! А-а-а! Ладно, пойдём наряжать ёлку! Не всё! Покатались и работать! Сынок, вставай! Сынок, вставай! Сынок, не можно уходить спать! Всё, вперёд! Ну что, Люба, ты у нас одиночка. Да. Пока. И так я понимаю, что с Антоном было какое-то развитие, но до того момента, пока Виктория положила на него глаз, да? Ты знаешь, на самом деле очень хорошо, что мы съездили, и я для себя, и он решили, что, ну знаешь, у нас просто отношения развелись в дружескую такую стезю, и, честно, хорошо, нам так очень даже комфортно, потому что я чувствовала, что я немножко не тот типаж. Просто мне кажется, с Антоном рано-то сдалась, он такой видный парень, да, и... Он видный, и я до сих пор утверждаю, что он мне нравится, очень высокий, так как я девушка крупная и высокая, да? Просто, может быть, поменять тактику чуть-чуть, ты такая пока хорошая, добрая и замечательная, а, видишь, ему такие стервочки нравятся. Да. И мне кажется, что если сделать что-то такое, чего он вообще не ожидает, то это может привлечь его внимание. То есть, знаешь, какой-то такой вот... Ты знаешь, я вот еще тоже думала, что мне, наверное, не надо тоже слишком сильно ему уделять внимание, и прям... Чтобы он не зазнался. Ну да, потому что он уже настолько, тут и я, и Света, и Виктория, и Елия. Да, будет много о себе думать, согласна. Да, и он так синий пересчитывает, и, понятное дело, что, ну, любая девушка, приходящая сюда, в первую очередь, западает на Антона Протоковича. Яркий, красивый. Но очень быстро иногда разочаровывается. Да. Мелкий. Я хочу на красивую синий. Иди сюда. Я хочу на красивую синий пересчитываться. Да. А на этом дело. Самая популярная песня. Два, три. Духаст! 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 В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и лето стройная, зеленая была. Зимой и лето стройная, зеленая была. Зайтишка-зайка-серенька Сейчас елка упадет Ну что ладно, перекур Все на перекур, кроме рыжего Рыжий убирает мусор Ну что, раз Весь городок только обсуждает Как красиво поступила В этом расставании Тори И как некрасиво повел себя ты И какие некрасивые вещи Стал говорить про нее на лобовом месте Какие некрасивые? Ни одного слова некрасиво не сказал Не знаю, как-то надо уметь красиво расставаться Уметь красиво Вмудрился с Аленой Маем поругаться Сегодня пообщаемся еще Пообщаемся В детский саду туда же здесь А в чем проблема, собственно? А мы сегодня поговорим Я хочу сегодня узнать Кто думает Кто уважал меня Только из-за того, что Виктория была Вот это дерьмо изо рта Который льется в Агнаево И надо уже разгребать Пора уже общаться Что, без меня никак? Почему ты сдал настройку? Встал, потому что Зачем ты надел мои очки? Это не свои, а Дианину Знаешь, это мои очки Это Диана, моя бывшая женщина Очки Дальше Папа, сядьте, поехали Ребята В общем Тема, конечно, на злобу дня И она меня волнует Хотя обычно меня не волнует Чужие отношения И, конечно, то, что произошло вчера Покажется, наверное, многим не странным А ожидаемым Тори рассталась вчера очень красиво и благородно А Руслан поступил Даже в такой ситуации Не поддержав ее в благородстве Очень некрасиво И начал оскорблять Начал кичиться тем, что он поедет заниматься сексом С другими женщинами И вот хотелось бы послушать ваше мнение Что делать, кичиться? И очень хочется Вот лично мне сейчас прям захотелось По собственной инициативе Услушать мнение того человека По собственной инициативе Которую мы позвали еще из Извините, из Аспанья Пожалуйста, расскажите, что вы думаете Почему Руслан так вчера накинулся? Мне вообще все равно В их отношении разберусь сами Но их отношения, это их отношения А почему все-таки Он так накинулся на лобном месте Это что, была какая-то защитная реакция Вот ты как мужчина, как думаешь? И почему он накинулся на нас с тобой? На тебя и на меня? Да откуда я знаю Мне какая радость Переживает, эмоционально У тебя есть свое мнение? Есть, конечно Ну, хотелось бы его услышать Я еще раз говорю Все разберусь с вами А с ребятами вообще не разбираться Потому что я вчера что-то промолчал Но очень громкие слова были высказаны Что тебя уважали здесь Потому что ты был в Виктории Тебя это задело? Меня задело это позже, ночью Когда я вспомнил эти слова Что-то вначале А кого ты больше На кого ты больше зовешь? На Алену или на Майю? На Алену, потому что Как она начала защищать Викторию? Ну, это нормально А не друзья Защищать На что я, в принципе, не думаю Что я оскорбил Но я просто сказал Алену тоже не святая Пока я с Викторией встречался год Ты успела остановиться Встретиться Дианка Как ты думаешь Кто из ребят Первый Начнет заниматься Личной жизнью? Кто будет Строить отношения? Естественно, что сейчас Первый будет заниматься Своей личной жизнью Руслан Что он вчера сказал Ну, во одном месте Что сейчас он будет Развлекаться с девчонками Так, как ему хочется Тори сейчас Немножко надо успокоиться Отойти В принципе, она, конечно, спокойна Но Все равно она его любит Правильно, Ален? Я не думаю Тори, мне кажется Будет еще ждать Каких-то перемен В свою сторону От Руслана Мне кажется Что она еще так будет Не навязчиво Вот так вот Строить отношения А так вот Она, мне кажется Все равно Что-то будет ждать От Руслана еще Какой-то первый шаг Я не думаю Что она будет ждать От Руслана Я не думаю Что она его любит Вот правда Я просто Тори, моя лучшая подруга Я же чувствую Я вижу Есть просто какая-то злость Есть какие-то нерешенные вопросы Ей надоело долбиться В закрытую стену Я уверена Я больше, чем на 100% Уверена Что от любви Там может быть Ну какие-то вот Хлебные крошки остались А весь вот этот батон Он уже просто съеден Он съеден И, извините Переработан Ну что ж Обычно я вот просто так Для проформы всегда говорю Ребята У нас такое важное событие Но сегодня, друзья Оно по-настоящему важное Потому что у нас Последнее Предварительное голосование В этом году Ура, товарищи! И, конечно же Главный хедлайнер Нашего сегодняшнего Предварительного голосования Женщина, которая В этом году Оставила Свою прошлую Чуть-чуть Молдаванскую Чуть-чуть Рэперскую Жизнь Виктория Красева Выходи Аплодисменты Я считаю Всем спасибо С наступающими праздниками Всех люблю Виктория Ты ничего себе Какого сразу хлопца Вообще С собой забрала Так Ну удивительно Ездила на свидание С одним Антоном Ушла с другим Антон, а ты что Не успел? А я скажу Можно? А, ты скажешь Напоследок Нет, давайте я сейчас скажу Я сегодня хотел выйти За одной девушкой Это Алена Водонаева Тем более у нее Такие прекрасные розовые ушки Но Виктория 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 Но я подумал Но я подумал Так какая нам мразь И не буду я за ней Выходить, пожалуй Май, вообще сейчас ты должен Что-то сказать Нет, сейчас ты должен Потушить сигару Я никому очень долго Докурю сигару То есть то, что твою девушку Назвали мразью В принципе тебе по барабану Ну, Алена сама провоцирует Подопович Он же тоже не железный Я все прекрасно понимаю Никто Аленочка Кобой не вышел Первый раз за два с половиной года Первый раз Ну, жалко, что Май В такой ситуации Даже когда он не выходит Не может заступиться Так, ребят Давайте без этого детского сада Дружеского Мы выходим парочками Забираем У нас есть Ален А, у нас есть правила У нас есть правила Если ты одна, значит так Ну, хорошо, вот я одна Дело даже не в том, что они расстались Просто разговаривая вчера Понимаешь, они сидят и обнимаются И делают вид, что они пара А вот в таких ситуациях Они друг другу таким образом Это их дело У нас есть девушка У нас есть девушка, которая Конкретная у нас девушка Конкретная Определившаяся Это девушка по имени Диана Дианка Угу Я тут давеча на медне Тут тебе стихо наструкал Давай Это читай Правда, времени было мало Я не успел их запомнить Поэтому буду читать по бумажке Давай Я помню чудное мгновение Мы познакомились с тобой Ты словно девственная муза В моей вселилась в мастерской И нет покоя мне теперь Ведь крыша съехала с петель И день и ночь не ем, не сплю я Тебя увижу и кайфую А, к Бородину меня ты не ревнуй Ты королева А он оболгуй В конце хочу добавить я Что ты прекрасна и красива Что я с тобой и ты моя И ты красива Умнички, как приятненько Ну хорошо Я вызываю Давай вызываю же Вот Я вызываю Короче Ой, даже растерялась Давайте я вызову Любовь Уиппи, уиппи, уиппи Давай И Уиппи, уиппи Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Одинокие женщины Алена Водонаева и Светлана Ну что же, ты у нас осталась последняя и для тебя, по-моему, впервые это предварительное голосование Надеюсь, этот блин не будет комом Пока Антон слишком долго думал, Лиля образует вместе с Аленочкой и Светочкой замечательную троицу Смотрите, какие у нас три красивые девушки остались сегодня без молодых людей Наверстайте упущенное. Смотрите, трое на трое, друзья. Мне кажется, что это хорошее сочетание Ну а я иду к своей пусечке И увидимся на лобном месте Уходим! В мою сторону, чтобы не дышали вообще! Если в таком тоне будешь общаться, то... Я не сомнила тебя! Не дыши! Не дыши! Без Виктории, это вообще пшик, вот лично для меня Кто, я? Понимаешь, ты можешь говорить все, что угодно Ты знаешь, что... Хорошо, я все скажу, ребята Хорошо, я все скажу, Рассел Ну что ж, сегодня хотелось бы предоставить слово Расселу Я знаю, что ему есть, что нам сказать Бонасера, тути синьориты, добрый вечер Вчера мы расходились с Викторией Это и, как говорится, мы есть часть семьи Да, вас всех беспокоят наши проблемы Но, как я заметил и очень надеюсь Все у нас в ажуре и позитив Мы уважаем друг друга Алена заступилась, сказав очень громкие слова На которые я потом ночью поразмышлял И понял, что очень некрасиво для моих отца, деда и всей страны Вот такие вещи слушать Я хочу услышать мнение ребят по поводу Алены Алена сказала такие слова вчера Тебя здесь на проекте Тебя, Молдавана, Южанина Уважали только благодаря тому, что я встречался с Викторией Хочу услышать вообще, кто поддерживает это мнение И так ли оно есть Вот мнение ребят Мне кажется, Рассел, что мы сами по себе на проекте Может быть и ничего не значим, да? С позиции построения отношений За нас говорит наша пара И в этом есть доля истины, да? Но ты яркий человек И я думаю, что говорить, что только ты И только Виктория, вернее, давала в этих отношениях, да? Вашу яркость Это неправильно И это Я бы не поддержал этого человека И знаю тебя Скажу, что ты яркий чувак Ты мне нравишься, Рассел Спасибо Хочу, вы увидите Вот, я буду, значит, смотреть Ребят Буду бить в колокола Специально, чтобы Алена Водонаеве и Маюха слышали меня Кто поддерживает мнение Водонаеве, что меня здесь вы все, моя семья уважали, потому что я был только с Викторией? Я сказала, большинство ребят тебя уважали Вот так, Май поддерживает мнение Кто еще? Жал Меня, который все время говорит правду в лицо, за то, что я был с Викторией Рассел, ну я думаю, что просто Алена имела в виду то, что вы, безусловно, вместе были намного более ярче, чем каждый из вас по отдельности И, наверное, просто из-за того, что, ну, Виктория как-то сразу так очень ярко о себе заявила Естественно, ну, как бы так негласно считалось, что в вашей паре именно она вот такое яркое самое звено Прекрасно, что касается по отдельности нашей яркости, все ребята в курсе, кто мы и что мы умеем делать в этой жизни, что мы представляем Ну, а почему тогда тебя так это зацепило? Я хотел услышать мнение ребят, она сказала, большинство, и кто это большинство? Ну, вот нет, допустим, Рома и Оли сегодня, которые тоже поддерживали Алену Я уверен, что Рома не поднимет руку из-за вот этих слов, которые мы говорим Ты же знаешь, что иногда, когда человек не поднимает руку про себя, он все равно думает, что, ну, в принципе Это значит, называются неудачники, кто про себя там мурчит, там про себя Следующее, я вчера не оскорблял, договорим вчерашний разговор, потому что мы начали огрызаться там, и очень красиво получается Договорим вчерашний разговор Я вчера не оскорблял, когда по факту сказал, что, Алена, тоже не святая, тоже расставалась, и не садила Да, не так, ты сказал, ты прошла через пятерых мужиков А четвертый кто? Четвертый, я ошибся, ну, видишь, был Степа, когда я пришел, был Антон, был Маюха И они расстались ровно через только, через только мы с тобой Ты меньше на проекте, чем Водонаева Да, я доскажу, Клюша, пожалуйста Можно не ответить о том, как ты говоришь? Я не досказал, я не досказал Кто еще, кроме Мая, пусть будет даже Оля, хотя я с Олей завтра поговорю перед всеми здесь Кто еще думает или считает, что меня уважали, и с Викторией был А может быть, меня уважали, потому что я прямой человек и правду говорю Следующий момент, я по факту говорил Если ты говорил правду, Рухлан, ты бы давно затронул эту тему Что ж ты так говоришь? Вчера, да, вчера, за год, за год только вчера открылись люди мне Видишь, я же не врубал Когда ты пришел меня оскорблять в дом, по свободному месту, я сказала, что я с тобой ругаться не буду Я не дам тебе ни войны, ни скандалов Мы не будем скандалов, это последний раз, когда мы вообще разговаривали с тобой Я пришел вчера вечером и спросил, Алена, ты что, святая, я плохой? Ты не расставалась, не говорила всей стране, и Виктории, и мне, что он вялый, импотент, дурак и так далее Ты святая, я плохой Что ты, вялый, импотент? Не, не, про Антона, про Антона Но почему тут Антон? Ты святая, я плохой Я думаю, я тоже говорила, что он из меня, хотя не любит друг друга Хорошо, другой, и последний момент Смотрите, я по факту сказал, но не четыре-трое Я с одной девушкой строил здесь, и что было плюс-минус от нашей проблемы? Ты с тремя, я ничего против не имею Ты забудь еще столько, сколько вы донали Да не перебивайте, да не перебивайте, ребята Ты можешь хоть с двадцатью, я не против, это твоя жизнь Я вчера расставался, я плохой Следующее, на то, что я говорю правду, что я иду тусить Я расставалась Подожди, ты не расставалась На то, что я ухожу тусить, говорю правду, раз На то, что я по факту говорю, что, Алена, ты тоже не святая, встречалась с тремя, и тоже не получилось, это окей Моё ухо мне кричит Закрой Вот это я считаю стабильнее Ты говоришь не в том тоне Не правда я сказал? Нет, ты говоришь не в том тоне Каком тоне? Кто, блядь, тоне? Может быть, тебе позволить она говорить так с Викторией, потому что она твоя женщина Как так? Я тебе еще раз говорю То, как ты говорил вчера Пусть поднимут руку те ребята, которые считают, что Рассел начал неуважительно говорить А что, я ей не правду сказал? Что, я обманул кого-то? Пусть скажут, что я обманул Ты говорил не в том тоне Где люди, которые поднимают за тебя руку, парень? А где твои-то люди, которые за тебя руку Нет, вы говорили там, что я не в тоне Где люди, которые руку поднимают за тебя? Я считаю, что этот тон, который ты вчера выбрал по отношению к девушке Это не тот тон А тон, который назвали только что женщина, которая с тобой мразью Это не тон? Это проблемы Потаповича Почему у тебя такие двойные стандарты? Хорошо По отношению к Руслану Вчера ты действительно говоришь какие-то вещи Что он в неуважительном тоне разговаривает с Аленой Потому что я понял твой вопрос А нет, подожди А Антон, когда называет его девушку мразью Ты пританцовываешь Хорошо Это мои счеты с Водонаевой Это мое личное дело Это мой способ прервать стандартную систему манипуляций Которой пользуется Алена Она разхитит Антона Раззадоривает его Подковыривает И сталкивает лбами Май, мне кажется, такая система Дит Май, вот такая система действует, когда вы наедине Понимаешь? Вот при публике ты должен за нее заступиться А потом уже в доме ей сказать Я никому ничего не должен Я еще раз хочу сказать Я никому ничего не должен Что касается расы В моих глазах Он ахитится И поэтому я начинаю ему говорить У нас раз был Что, из-за того, что решил расстаться с Викторией? Три был конфликт Я рад Май, подожди секундочку В том, что он просто решил расстаться с человеком, которого он больше не любит? Нет А решил или нет? Тем более, Виктория В тот момент, когда я видел этот сюжет Когда он такого говорил С того момента Я решил, что я не хочу взаимодействовать никак Он позволил себе говорить неуважительным тоном Я ему ответил Сегодня это говорит Потапович Я считаю, это проблема Потаповича Его воспитание И это мой поступок по отношению к Алену Чтобы она намотала себя на уши Что такого впредь не будет Я счастлив, что мы заглядывали в этом тоне Майуха Потому что я заметил Вы боитесь правды Я ни одно из твоего слова не придумал Ты святая Потому что у меня были трое Я была одна Виктория И скажу тебе, Май Мне не понравилось просто Что если я правду здесь Я уже был один, полтора года Можно сказать Вы не перебивайте, пожалуйста Руслану Дай мне хоть на один свой вопрос ответить Ты столько Мне уже сказал Я не говорю о том, что ты плохой Сегодня, допустим, у нас был перекур на стройке Я была прорабом Я сказала, что я ни в коем случае Не обвиняю тебя в отношениях истории В чем-то Вы оба виноваты Мне единственное не понравилось То, как ты вчера разговаривал на лобном месте И то, что ты при своей любимой женщине говоришь Я еду кое-что там, кое-чем заниматься Вот это не уловит Дай сказать Дай сказать И если рассматривать твою святость в отношениях с той Ты вспомни, как год назад ты привел Стародубцеву Эта газета в Молдове, когда ты сказала, что я ее не люблю Видеозаписи, которые показали недавно Это что, нормально? Я как женщина, я имею право обсуждать это со своей подругой Но ты мужчина Ты не должен нахуй подавляться каким-то женским сплетням И обсуждать меня с катастрофой Не смейте, правда обсуждает с Катуми-2 Что касается меня за год Одна правда из меня лилась И хочу сказать Майю На правду не надо говорить закрой еб***** Не надо мне говорить закрой еб***** На правду Но ты будь Говори вежливо Вежлыми словами Говори правду Я слышу то, что я слышу Руслан Ты забыл эти курсы Ты говори вот такие слова, ты сейчас сказал Руслан, ты не прав Закрой еб****** Потому что я, сука, размажу Я говорю, мальчик, послушай меня. Ты слишком много о себе возомнил. У меня было лояльное отношение к тебе. Ты не знаешь меня, парень. Оно перерасшает в никакой. Я не знаю, что я не хочу взаимодействовать. У тебя нечего общаться. Отлично, супер. Поэтому вчера я тебе открыто сказал, как я к тебе отношусь. Я не буду как Потапович Антон или Герман или Ламин там с вами общаться. В мою сторону, чтобы не дышали вообще. Если в таком тонне будешь общаться, ты не дышишь. Не дышишь. Ты вообще пшик. Вот лично для меня. Кто, я? Понимаешь, ты можешь говорить все, что ты обо... Хорошо, ты все скажу, ребят, пшик. Раса, ты когда на лобном плачешь здесь перед всеми, что... Я не знаю, чего я хочу от этой жизни. Ну, я не знаю, может быть, от этого. Мне еще с тобой разговаривать. Кто тебе до нас делал, пожалуйста. Если я плачу, чтобы мы закрыли. Почему ты поднял вопрос, если какое дело... Не-не, вчера ты сказал, что тебя уважаете за Викторией. Ни один не поднял руку. Твой парня смотрел, поднял руку. Вчера вы... Я... Мы Викторию уважаем. Руслан, обещай... Я тебе еще разговариваю. Разговор закончится. Разговор закончится, если ты так будешь... Если ты так будешь разговаривать. Если ты так будешь разговаривать. Сейчас хочу перейти к еще одной теме. Май, почему ты сегодня не встал на предварительном голосовании за Алену? Что, это тоже был какой-то урок воспитания? Нет. Это мой выбор вполне осознанный. Ты не хочешь за ней вставать? Ты не хочешь с ней иметь отношения? Нет. Это не шоу. Это направление исключительно на Алену. Мне надоели одни и те же игрульки в ревности и провокации на... Ну, то, что она сталкивает меня с тем же... Значит ли это, что ты в ближайшее время не будешь ассоциировать себя с Аленой и не будешь выходить на предварительных голосованиях? Или это разовая акция? Можно мне задать вопрос? Можно я вначале сейчас задала уже вопрос Алену? Это разовая акция или ты будешь так делать дальше? Ну, я не знаю, я не планирую. Ален, мне очень интересно. Я тебя с Потаповичем сталкиваю. Ты сказала про ревности, про Потаповича. Ты что, меня ревнуешь с Потаповича? Да почему ты ревнуешь? Ну, по логике вещей, вот то, что ты сейчас сказал, ты сказал, мне надоело ревность, он сталкивает меня с Потаповичем. Я тебя сталкиваю с Потаповичем, и ты ревнуешь? Нет. Хорошо, тогда понятными словами тебе, тогда правду говори. Да не правду, если ты не понимаешь, я тебе объясню. Ты, как ты вела вчера себя вечером? Как? Ну, с кем ты проводила время вчера? Общалась со своим другом, который почему-то сидит и молчит. Заступился бы за подругу там где-то. А что, в чем заступаться? А что, в чем заступаться? За что мне сейчас заступаться? Выбрал бы там ее вчера время такое, мило проводили вместе. Общались. Ох, какой у нас отелла! О! Ну что ж, молилась ли ты на ночь? Алена спросит май, а мы увидим ответ сразу после рекламы. Продолжение следует... Ну что, что скажешь, нормально, все пошло. Просто нормально, Антон мстит тебе, потому что, мне кажется, до сих пор ты ему нравишься. И кинул его так красиво. Дальше. Руслан пиарится за счет меня, уже не получается. Пытается за счет тебя, за счет я количества. Ну и Май, как предполагалось, поступает, когда Май наезжает. У вас там свои терки. Ревнует. Ревнует, да? Ревнует? Нет, я думаю, не ревнует Май. Он просто хочет... Простоты и чистоты. Я думаю, что за что он сделан... Вот без всяких вот этих. Ну, надо поговорить, что ты сделал кому. И быть вместе. Ну, ничего. Вообще ничего. А, кстати, ты уезжал в домик, да? Что-то я на кровати стал стоять. Какая она, ты что? От окна. От окна вторая. Вторая? О, у тебя хороший сосед. Сосед, да. Моё-ка, сосед. Что-то полагает. Будет лучше кровчина. Мне, говорит, фактор будет зачитывать на ухо прямо вот. Да, чувак будет. Какая? Вот эта? Вот эта? Да. Ну, там это Майя вещь. К нему на кровати. Майя, что забрал, везде, 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 везде. А здесь, везде? Здесь, по-моему, Антон, Новенький. Да, Сэм и Ромка. Пообщаюсь с Антоном, чтобы перейти его туда. Потому что у меня есть книжки, там, детские, чтобы они... Они были на подоконнике. Алло. Алло, Стёп, это я Виктория. Ты можешь говорить? Да, из дома 2. Ну, понял, слушай. Я, может быть, себя там накручиваю или очень много страдала. Мне кажется, что... Алло, ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Слышишь, да, да, да. Давай, ты перейди куда-нибудь, я тебе перезвоню. Виктория Боня. Это я, и у нас есть звонок. Юлечка, здравствуйте. Здравствуй, Вика. А знаешь, какой хотелось бы задать тебе вопрос? Вот я вообще бы хотела, конечно, ко всем, вот, обитателям дома 2. Вот вам не кажется, что вы матом своим оскорбляете нас в телезрителе? Ведь очень много мата. Я иногда даже не могу понять, о чём вы вообще разговариваете. Юлечка, мне очень стыдно. Конечно, я с вами абсолютно согласна. Но хочу сказать такую вещь. Хотя это и не оправдывает, знаете, такую вещь, что ты находишься всё время там 24 часа в сутки, и уже порой не контролируешь свои эмоции, что очень неправильно. И я обещаю над этим тоже потренироваться. Чё, говори? Да, чё я говорю? Не, я буду говорить, если ты меня будешь слушать. Там и так очень громко всё, я не слышу ничего. Да. Говорю. Слушай, я, может быть, там накручиваю себя, ну, хотя мне уже чё себя накручивать? За тебя переживаю очень сильно. И, ну, не знаю, сейчас тут Боня звонила Руслану, говорила, что скоро через час приедет, и они ночью напролёт всё время вместе проводят, когда ты отсутствуешь. В общем, мне кажется, что он хочет увезти у тебя её, ну, чтоб ты знал, на всякий случай. Просто моё мнение. Потому что я знаю, как ты к ней относишься, чтобы был осторожен. Алло. Ну, может быть, глупость, но, не знаю, чё, звоните, передупреждайте, что через час приду, я не знаю. Наверное, скучает очень так сильно. Я, короче, всё время больше не разложу. Ну, я, Стёпочка, любимый мой, подружеский, я тоже доверяла на сто процентов. Я тоже доверяла на сто процентов, Стёп. Что? Ты вот так вот думаешь, что я тебя развожу? А я тебе... А я тебе... Я тебя хоть раз... Нет. Я просто говорю, я просто говорю свои мысли. Столько смсок, даже все не успевают прочесть. Бонечка, ты самая лучшая буутюмница. Анжела, Таня, Регина, город Челябинск. Спасибо. Привет, Боня, поздравляю тебя и Стёпу с наступающим. Вас обожаю. Оля. Ростов, спасибо огромное. Вот у меня сейчас очень интересное смс-сообщение. Вика, училась с тобой в одном классе в Краснокаменске. Давно оттуда уехала, как родной город. Лена, Лена, я думаю, Кузьмич. Я уверена, что это это Лена. Леночка, я тебе обязательно позвоню после эфира. Я очень рада получить твою смс, потому что я очень давно хотела найти тебя. Не поверишь, очень давно. И у меня даже вот волнение такое, дрожь. Мне очень приятно. Да? Привет, мамусик. Привет, Леночек. Ну вот я тут в будке сижу. Я вчера не позвонила, у нас очень поздно всё закончилось. И у вас в Тюмени уже час было. Ну ладно, так я ждала ещё дальше. Ты где потерялась у меня вообще? Потерялась, но я тебя хочу обрадовать. Чё, не знаю. Тори с Русланом рассталась окончательно. А бросила его вчера. Неужели он захотел его умануть? Ну так уже всё, терпение кончилось. Так, Лен, ты ещё с первого дня говорила, вспомнишь? Всё. Помню я, конечно. Короче, он тут... Ты не посмотрела, какой номер у тебя? Общий, да? Да, да, с общим. Рассталась с ним, и сейчас вещи собирается. У завтра к нам уже переезжает. Что у тебя-то новенькое? Ты почему меня потерялась? Чё, у меня всё нормально. Май только бесится. Бесится, потому что пришёл новенький мальчик, Антон. Да, я вижу. Вот, и я с ним общалась, флиртую, мама, почему нет? У меня нет отношений, я свободный человек. И он, значит, сегодня вообще на предвариловке меня не выбрал, представляешь? Такой стоит, что-то там... Растрандился на лобном месте, такой, типа, ой, как ты себя вела? А вчера я вчера просто с Антоном общалась весь вечер. Да почему у нас зло, мам? Потому что ты... Мама, я что, не имею права общаться? Я общаюсь с Рыжим, с Бородиной, с Антошкой, с Молодым. Сегодня стало ясно, что Рассел и Тори расстались окончательно. Но а что происходит у Майи и Алёны, до сих пор непонятно. Ну а мы увидимся завтра на телеканале ТНТ. И это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь.